К другим темам. Африканская ромашка станет фавориткой клумб газовой столицы. В этом году город украсит более 100 тысяч цветов. Все они с особой заботой выращены в теплицах урингойского городского хозяйства. И хотя погода уже позволяет совершить переезд на клумбы, агрономы осторожничают и не спешат высаживать цветы. О благоухании лета репортаж Юлии Шарковой. Петунии, бархатцы, львиный зев и декоративная капуста – эта компания из года в год цветет на новоурингойских клумбах и радует горожан. Но в этом году к ним попали и новички. Газанию и тарению сотрудники урингойского городского хозяйства заказали для пробы. Пока не очень много – около двух тысяч семян, чтобы проверить, как цветы из Африки приживутся на Крайнем Севере. Мы каждый год что-то новое покупаем, пробуем. Они подходят для наших условий или не подходят. А потом уже дальше сеем. Пока они растут, еще не зацвели. Будем смотреть, когда они на улице будут свистеть. Вот, например, газания. Неофициально ее называют африканской ромашкой. На привычную российскую ее цветки действительно похожи. Только они будут очень красочными, желтыми в красную полоску. Сейчас теплолюбивая гостья чувствует себя хорошо. Период пикировки прошла успешно, как и другие цветы. Когда появляются третьи, четвертые настоящие листья, мы вот сюда в кассеты берем, набиваем землю, а потом по отдельности сюда рассаживаем. И потом они уже вырастают, начинают свистеть, а потом уже мы высаживаем их на улицу, в озоны для наших жителей. Всего в этом году в теплицах УГХ вырастили 130 тысяч цветов. Вот, например, антирину. В народе зовется львиный зев. По легенде, такое название цветку дала богиня Флора из-за ярко-красных, как пасть льва, цветков. А по соседству всем известные бархатцы. Они появятся на городских клумбах аж в 12 разных видах. Но все же самым популярным останется цветок из семейства посленовых. Вот в этом боксе растут петунии, самые проверенные севером и перепадами температур цветы. Поэтому их высадили аж 70 тысяч штук. Правда, на улице города они переедут все равно не скоро, лишь в 20-х числах июня. Несмотря на то, что этот май новоуренгойцев очень балуют погодой, сотрудники теплицы все же опасаются, что заморозки еще вернутся. К тому же цветы планируют высадить к годовщине начала Великой Отечественной войны. И первой точкой, где украсят клумбы, станет площадь памяти. Всего в Новом Уренгое, Карачаево и Лимбеяхе появится более 50 цветущих островков. Юлия Шаркова, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».